Ребята, приехал я опять на участок. Ветерок шибкий. Думаю, подкормлю, остатки выкину при кормке. Вдруг я вам надумаю все-таки завтра приехать. Но ветерок, конечно. Ветерок. Преозновато. Камеру забыл. Снимаю с телефона. Не знаю, как будет шум. Ветер не будет. Выслыхать не будет. Видите, какая погода. Вода, в принципе, пройдет. Не холодно. Ветерок, правда. Удочки закинули, то можно сидеть. Это точно. В общем, ребятки, приехал я на участок. И, ну, подкормку еще подкинул. Остатки, да, подкормку. Главное же. Подкормка язык заплетается. Трудно только сработает. Ветерок шибкий, конечно. Ветерок дует. Ну, не знаю, как будет завтра погода. Если настроение будет, то завтра, может, поеду. Сейчас тоже подкидал, остатки все выкинул. Вот. Ну, посмотрим. Еще будет настроение. Завтра, может, приеду. Понятно, что, конечно, погода не очень-то, да? Ну, посмотрим, конечно, ребята. Когда она не была, будет видно. Будет видно, ребята. Ну, чтобы рыбе прескалось не видать. Ну, обещают, вроде бы, даже на следующей неделе, по-моему, заморозки, ребята. И поэтому, все-таки, наверное, может быть, я все-таки поеду, будет последняя рыбалочка. Посмотрим. Конечно, не заехать. Сегодня утром опять маленький дождик шел. И это самое ветерок. А, ветерок, дождик тоже маленький шел. Ну, не знаю я. Я посмотрел. Жизнь, наверное, на машине сейчас и опасно. Ветерок шибкий. И опасно на машине. Как вы видите, ветерок уже дома есть. Я на себя расснимаю. Тет по-любому есть. И шибкий. Вот мне интерес, когда на телефон еще будет на все это сниматься. Сейчас пойдем. Пойдем. Вот мне интерес, когда на телефон она будет все это снимать. Пойдем. Сумку с собой взял. Всякий случай. Плохо, ребята, когда камеру забыл взять с утра. Главное, когда я шел еще на работу. Думаю, что-то не то. У меня бывает такое чувство. Знаете, когда что-то забудешь. И кажется, вроде бы все взял. А вот видите, камеру забыл. У меня часто такое бывает. Чего-нибудь забудешь. Хотя в голове есть у тебя. Что-то ты еще забыл взять. Ребята, я хочу посмотреть. Помните, я вам показывал через веревку натянутую. Просто так, как я и вам и говорил. Я специально натянул дерево. Дерево будет, наверное, отпиливать. Потому что она снова к нам-нибудь упадет. Уже не первый раз. Тут деревья падают. Поэтому он, в принципе, правильно делает, что он все-таки хочет дерево спирить брать. Ну, как-то так вот. Мне просто интересно, как будет на телефон снято. Кротирует уже. Какое будет качество. Как будет стабилизатор. Потому что я еще ни разу именно для видео не снимал, да? Только там коротенький инстаграм выставляю. Ха-ха-ха. Кусочки там. Все-таки. Все, ребята, заходите в инстаграм. Видите, кто-то, ребята, встроят что-то. Что-то начали строить они? Я говорю, что удивительно. Обычно летом делается, да? А они что-то сперва по весне ранее, весной что-то делали. И сейчас под осень. Ну, может быть, времени у них нет. Конечно, одному будет скучновато сидеть. Это по-любому. Здесь, в принципе, ходить можно еще. Там просто они в одном месте навузовали. Но все равно, я думаю, будет отлично. Отлично. Тоже, видите, уже где-то нормально все сделано. Я, в принципе, здесь была. Года два назад. Все заросшее было. Все заброшено было. Но по-любому, отчета была она, да? На чьи-то участок. Просто за ними не ухаживали. А вот теперь смотрю, вот уже в том году, в этом году. Товарищи стали работать. Может быть, с детьми, с собакой все-таки интересный появился. Или, может, дети подросли. Видите, дальше начали заниматься этим вопросом. Здесь, здесь русак. Все, ребятки, Покедова. Поехал я домой. Судя, мы раньше с работы ушли. Где-то на полчаса, наверное. Отработали мы, короче, раньше. На полчаса. А я так и так думал, думал заехать сюда. Чтобы накидать маленькой кормки, да? У нас там кисер-серково делал. Ну, как-то так вот. Где мои ключи? Все-таки я рвану, наверное. Потому что не заедешь сюда ездил. А так, в принципе, по-барабану, да? Ну, как-нибудь, боецово. Прикрепитель. Так, как не умрю, было бы нехило. Хе-хе, хотел поставить. И получается. Поближе надо его усердать. Очень, ребятки, вчера еще когда я ехал домой с работы. Это самое. Помните, как-то я тоже проезжал. И я говорил, что много было там полицистов, проверяли. Это оказывается, что они все-таки там... Ну, людей обучают молодые, молодежь, да? Которые тогда там учатся еще на полицистов. И вчера меня все-таки в сторону взяли. А я уже увидел, когда я еду. Выйдет там посередине дороги, прямо стоит эта машина. Ну, думаю, самое... Я возьму камеру сниму. Но вы знаете же, это еще вышел с машины там, даже на телефон или с камеры. Там штраф до 60 евро, по-моему. Ну, в Германии, пока не случай. И это самое... А я уже такую камеру вытащил уже. Хотел уже так думать, так тюшку поставлю. Ты объясняки сниму. Ага, и маленькая, как скорость взбавил, да? И получилось так, что между передней машиной и моей, это получилось в расстоянии большое. И этот полицейский, опа, давай, заворачивай сюда. Ну, там заехали, там такая, ну, там большая стоянка такая. Специально поставили они такие вот, ну, знаки, куда может подзаряжать. Сюда заезжай давай. Ну, короче, что они проверяли, ребята? Просто была проверка автомобиля. Проверяли свет, проверяли тормоза, поворотники. Проверили, значит, чтобы не аварийный знак был, аптечка. Да, и еще вот это вот, такая, место, курточка такая, знаете, как она отражается. Канин, да, как она прусская называется. Вот, и тоже, чтобы это все было. Все проверили, документы. Я говорю, у меня документы сперва нужно искать. А он ничего, говорит, у нас время есть. Потому что я, когда я последний раз вытаскивал свое водительское удостоверение, да? Я уже не помню, когда. Она у меня в паркмане лежит, может быть, 10, может, 5 лет. Я не знаю, я даже вообще его не вытаскивал. Поэтому мне надо было еще найти, где она там у меня лежит. Я говорю, сказал, мне надо самое время, чтобы я мог найти. Я вот давно уже его не вытаскивал. Он ничего, ничего, говорит, у нас время есть. Все, ребятки, сейчас я поеду домой. Как-нибудь надо будет тоже какой-нибудь телефончик вот этого, бляха-муха, придумывать. Здесь прицепить, чтобы можно было тоже снимать, в принципе. Но я хочу проверить, в принципе, как телефон снимает, как звук, как качество, как она должна быть, стабилизация какая. Если будет удачно, то нормально, тогда я так и буду, наверное, снимать. Все, ребятки, пока я давай. Сейчас мне надо завтра выезжать. Доброе утро, ребятки. Все, у нас зима настала. Видите, уже шапочку нацепил. Вот, курточку нацепил. В общем, идем на работу, ребята. Сегодня у нас пятница. Сегодня мы едем в Пенеберг под Гамбургом. Все, ребята, следите. Будет, наверное, в Инстаграме очень много выставлять кусочков. Может быть, шашлычок там будем делать. Мясо вчера забузовал. Куча, ребята, в настоящей связи. Делаем шашлычок. Видите, хорошо получается, отличный. Это уже вечер, конечно, у нас. Погода не очень давно, шашлыки получают. Исключительно, ребятки. Я уже маленько выпил, поэтому мне, может быть, язык будет запретаться. Да так же, не? Отдыхаем. Вот так вот наш шашлычок. Уже одна партия я сделал. Вторая партия, ребята. Вот такая вот малина растет. Такая она красивая, спелая. Чезвие внизу ее не срывает. Красота. Красотища. Ребятки, вот так выглядит наша кухня. Ну, это я имею в виду на работе, да? Поставят у нас все эти автоматы. Какая кухня. Здесь мы вот обедаем, завтракаем. Курим на улице. Курить запретили. Вот такая вот небольшая кухонька. Вот так, ребятки, это выглядит. Пусти. Снимать невозможно, все смеются. Видите? Макарошки сюда перемешать. Все дела. Нормально гуляешь, что ли? Гарошки. А, вижу, пошел. Пустили, пожалуйста. Все вы кушаете. Ребятки, вот такой салатик мне на завтрак. Похудеем. Видите? Соус уже есть. Вот такие вот пироги. Сухарики. И тут сыр козий, по-моему. Хорошо, ребятки, вот такой вот у меня будет завтрак. Ребятки, вот такой у меня будет обед сегодня. Конечно, это не все, возможно, это многовато. Валентина Ивановна сейчас приготовила. Я говорю, как илони. А правильно, как говорится? Каннелони. Каннелони. А я как калони. Очень, ребятки, вкуснятина. Это только для меня. А такая, они еще с майонезом делают или чем там. Я такую не люблю. Майонез, сметана. Сметана ваша я такую не люблю. А это вот нормальная. Все, ребятки, вот такой будто у Вальдемарки обед. Так что закормит Валентина Ивановна Вальдемарку. Всем пока. Что, Вася вкусно? Не? Наяривает. Вася, Вася. Смотри сюда, кто взрослый. Ася, хороший. Ну, асти нашему некогда. Да? Ну, как вкусно? Наяривает. Что, Вася? Видите, ребятки? За консерву поел. Она была. Ну, рыба здесь в томате. Вас скоро ждет. Да, да, Вася. Да. Кушай. Он ест этот томат. Удивительно, да? Смотрите, аж пришмакивает. Такой-то Вася у нас интересный. Как все это поест он. И, Вася, сметан? Да, Вася? Мужик некогда. Молодец. Вот так, ребятки, мы глистов травим. Ха-ха-ха-ха. Тут, конечно, шутка. Не знаю, он любит это. Видите, как он хорошо облизывает. Именно томат вот этот он любит. А когда мы у нас приправимы со всеми, да? Наяривает. Это спиджак заворачивается. И рыбу копченую тушить. Не, войскай. А сырую рыбу, которую я ловлю, он не ест. Ну все. Скажи, Вася, все. Некогда мне надо кушать. Поверяйте. Поверяйте.